Здравствуйте. Компания Кренашпан из Австрии, которая на протяжении всего времени травила россиян своим производством, сейчас их просто убивает. Не сама, а посредованно конечно. Но она об этом говорит, она этим даже хвалится в Европе. Мы с этой компанией познакомились, наша редакция, в 19-м году из всех регионов, где было производство, а производили они всякие ДСП, ламинат, все, что связано с деревообработкой, с использованием, конечно же, химии. Нам в редакцию стали приходить письма. Проблемы в них были одни и те же. Это дети болеют, нарушение законодательства экологического, трубы дымят, дышать невозможно, запах. И мы выехали в эти регионы, поговорили с людьми и вот что они нам рассказали. Здесь жить, в этом городе, с Карнашпаном просто становится невозможно. Там же запахи очень страшные. Зрелище не очень приятно. Ну, естественно, запах стоит. Вечером в 8 часов шел такой черный дым. И самое главное, что правда не добиться было тогда. Никто ничего не видел. Карнашпан говорит, что у нас вообще проблем нет. Чиновники, от которых это зависели, говорили, да, там действительно проблем никаких нет. Никто ничего не видел, кроме людей, которые живут вокруг этих вот заводов. Они все не только видели, они все ощущали. И вот совсем недавно Питер Кэндл, это представитель, это владелец всего Карнашпана, дает интервью английскому изданию «Политикалор», где он говорит, что из России они ушли, после того, как началось СВО. Они поддерживают, конечно же, Украину, понимают ценности, которые Украина, демократические, конечно же, и европейские, которые Украина отстаивает, что они создали фонд для поддержки Украины и собирают деньги. Что помимо финансовой помощи, они еще гуманитарную помощь оказывают и Украине, и армию Украины. На Украине они же тоже работают. У них там, правда, народу не хватает, но они надеются, что когда Украина выиграет, ее же нужно будет восстанавливать. И как раз их продукция, она пригодится для этого, чтобы восстанавливать Украину. И те деньги благотворительные, которые они затратили, они окупятся с лихвой. Вообще отличный план в очередь так встать на будущие заказы. Есть только один нюанс, вообще-то их два. Первый нюанс – Украине нужно выиграть. А второй нюанс – получить деньги, чтобы от Европы или, может быть, от Америки, чтобы этот ламинат, продукцию «Кронашпана» закупать. Вот такие два момента. Ну, как говорится, блажен кто верует. Далее он говорит, что есть у них специальное направление, которое возглавляет управляющий директор компании «Кронашпан» Наталья Пакинская или Пакинская. Этот отдел занимается помощью нацбатом, то есть тем самым национальным батальоном. Австрийская компания. Какая все-таки ирония, да? Австрийская компания поддерживает национальные батальоны. Ничему их истории не учат. Далее он рассказывает, сколько денег собрали. 2 миллиона 300 тысяч. 800 из которых собрали филиалы, а полтора миллиона долларов – это собрал фонд. И 500 тысяч евро сам Питер Кэндалл из своего кармана дал на помощь Украине. Заканчивается все это тем, что, он говорит, Питер Кэндалл, что из России они ушли, получили какую-то компенсацию, которая пойдет на развитие бизнеса в той же самой Украине и, возможно же, на поддержку, ну как без этого, армии Украины. Вы знаете, ну судьба вот у них такая, у австрийцев, я имею в виду «Кронашпан» поддерживать Украину. Ну и европейцы. Но вот если вы работали здесь в России, зарабатывали, вы неплохо тут зарабатывали, 4 завода у вас здесь было, и вот вы ушли и сейчас из того колодца, из которого вы пили, вы плюете, вы харкаете в него, опосредованно убивая россиян, наших соотечественников, тех людей, которые, возможно, у вас работали, или родственники, может быть, у вас когда-то работали на этих заводах. Вы сейчас их опосредованно убиваете и хвалитесь еще этим. А вот если верить этой бумажке, миллион двести евро переводится на нужды армии. Ну это, наверное, уже плюсом идет. А на эти миллион двести можно, допустим, купить дронов. А дроны – это то, с помощью чего можно корректировать огонь, можно следить за передвижением, а можно с этого дрона еще сбрасывать боеприпасы, которые будут убивать и калечить наших соотечественников. Эта статья попала на Украину. Там ее перепечатали. Ну конечно же, белые люди, австрийцы, нам помогают, с нами весь мир. Но австрийцам глубоко плевать, как показывает практика, что с вами, что с Украиной будет. Главное, чтобы там, чтобы потом заказы шли оттуда. Ну восстанавливать Украину же надо. А Россия, я боюсь, что потом эта компания вернется, я имею в виду Кроношпан, вернется сюда в Россию. А есть у меня подозрения, которые мы обязательно должны проверить, что никуда она не уходила. Такой рынок, богатый такой рынок, как Россия, где и вот сырье под рукой леса много. Где и руки рабочие, дешевые, не то что в Европе. Где с чиновниками можно договориться, чтобы вот так вот европейский предприниматель, в каком-то там поколении, фабрика с 19 века работает. Вот так вот взял и бросил, не оставив тут какой-нибудь якорь, не протянув, не оставив какую-нибудь ниточку, чтобы по этой ниточке вернуться обратно в определенный момент, потом. И не сказать, смотрите, я же замечательный парень, на самом деле я всегда был за Россию, России вперед. А вот то, что вот там было написано, это нет, это не так поняли, это во всем виноваты журналисты, они переврали мои слова. Мы помогали гуманитарно, мы туда еду на Украину, еду возили, а армии Украины мы ни в коем случае не помогали. А вот эти бумаги, это все нет, это не мы, нет, мы не помогали армии, интервью вообще все так, это ложь. Мы на самом деле за Россию, давайте дружить. Как бы вот такого не было. Нет ли такого, что за наши же деньги убивают наших соотечественников, наших солдат? Нет ли такого тут момента? Я думаю, что нам нужно послать запросы соответствующие органы, чтобы узнать, а кто сейчас стоит за всем этим производством. Кто сейчас получает деньги? Кто бенефициар этого всего? И уже на основе ответов сделаем еще одну программу про австрийскую компанию Коронашпан. До свидания.